АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Правда? Зоя Ивановна Кондыба, Лидия Александровна Андреевна, я не постесняюсь сказать и в этом списке свою родную маму. И Виктор Андреевич Хомяков, у него еще сегодня все впереди, я думала, мы исправим эту ошибку. Николая Владимировича Бушенко, сколько замечательных людей сегодня по чьей-то вине остались без каких-то званий, которые они все-таки своим вот этим трудом заслужили. Сколько лет бескорыстно они отдали нашей с вами калачинской сцене, отдали нашему калачинскому народу, нашему зрителю. И пусть, наверное, что-то сегодня исправить уже нельзя, я думаю, что главным и самым, наверное, долгожданным сегодня для Николая Владимировича будет все-таки то, чего он очень-очень ждет. Это выход в свет вот той книги, которую все-таки он написал. Николай Владимирович, я буду не я, я всегда сдерживаю то слово, которое я даю. И сегодня мы вчера, вернее, переговорили с нашей калачинской районной администрацией, и все-таки мы отдадим ту часть суммы за вашу книгу, чтобы в ближайшее время она все-таки увидела свет. И я думаю, еще одна встреча для калачинцев будет в тот момент, когда мы с вами подержим свежую, вот эту долгожданную, она действительно долгожданная книга, автором которой будет являться сегодняшний наш юбилей, Николай Владимирович Абушенко. А мне от себя еще хочется пожелать ему сегодня просто здоровья, потому что это самое дорогое в жизни каждого человека. И когда какого-либо человека в жизни коснется хоть какой-то недуг и какая-то беда, дороже здоровья все равно в жизни нет. Остальное все мы можем взять, купить, в конце концов украсть, если что, просто занять у кого-то, но здоровья его ничем не купишь и ничем не возьмешь. И еще, пусть всю оставшуюся жизнь в вашей жизни будет шквал аплодисментов, все-таки благодарных наших калачинцев, которые любят, ценят и уважают ваше мастерство, ваш талант. И, наверное, не ради каких-то наград вы выходите каждый раз на сцену, а все-таки ради того, что вы талантливы сегодня. И то, что вы делаете на нашей калачинской сцене, нужно прежде всего нам калачиться. Спасибо вам, Николай Владимирович. Поздравить юбиляра пришли бывшие коллеги Николая Владимировича. Был один такой период в его жизни, когда он работал на кондитерской фабрике. Раиса Афанасьевна, пожалуйста, и Ольга Степановна, прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, на самом деле, был такой период времени, когда мы работали вместе с Николаем Владимировичем. Это очень очаровательный, замечательный человек, душевный. Ну, просто прелесть. И потом он от нас, ну, по каким-то обстоятельствам ушел, наверное, в свое творчество. И мы все вечера, которые проводили, всегда приглашали Николая Владимировича. И что замечательно, не было, не было ни единственного раза, чтобы он как-то к нам, на нашу просьбу не откликнулся. Замечательный, душевный человек, сегодня столько вам было сказано, я сейчас даже с труднее что-либо сказать. Но, тем не менее, в 60 еще не вечер. Не верь, что уходит жизнь. Для тех, кто щедр, она не убывает. А осень каждому стучится в дверь, но ей не каждый открывает. Пусть проходят года за годами. О том, что прошло, не грусти. А если кто-то обидел когда-то, всем сердце воните, прости. Не трать свои нервы напрасно. Здоровья не купишь нигде. Пусть жизнь твоя будет прекрасной. Мы счастья желаем тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам. Здоровья и самое хорошее. И выступайте побольше на сцене. Спасибо. Поздравить юбиляра пришла детская художественная школа в лице Николая Николаевича Яковлева. Пожалуйста. Я думаю, что очень приятно сегодня слушать человеку приятные, хорошие слова. Слушать хорошую музыку. Ну, я думаю, что это очень сильно западет ему в душу, надолго. Вот, ну, не дал Бог нам сочинять музыку, петь песни, сочинять какие-то стихи. Мы, в общем-то, полярисуем больше. Вот. И хотелось бы, чтобы эта картина о кларельках, выполненной Анатолием Михайловичем Щекалевым, висела у вас дома. Это тебе и любушка твоей. И она. Вот она. Вот. И напоминала вам о том, что мы вас уважаем и уважаем вас. Много было, конечно, сказано хороших, добрых слов. Просто даже повторяться как-то не хочется. Но дело в том, что Николай Владимирович, мы с ним очень давно знакомы. И не потому, что здесь работает его любушка, а вообще потому, что мы очень-очень тесно все связаны. Мы одна и единая большая семья. Я вот тут хотела, конечно, ну, как сказать, выступить, но Людмила Антоновна меня опередила про семью-то. А мы действительно, мы не коллектив. Коллектив — это когда, ну, просто люди работают в большом количестве вместе. И, ну, в общем, как-то они сами по себе, несмотря на то, что вот они вместе. А у нас именно семья. И мы, ну, как-то вот, я не знаю, ну, мы просто все его любим очень. И мы дарим ему такой подарок, семейный, семейный, теплый подарок. Мы дарим ему замечательный шерстяной пуловер. И хотим, чтобы этот пуловер, когда он его будет носить, напоминал ему о нас. И чтобы он в нем, и даже без него, даже когда ты в нем будешь одевать, все равно чувствует тепло своей большой, дружной и сцены. Еще есть желающие что-нибудь сказать нашему юбиляру? Дорогие друзья! Друзья, от чистого сердца, как будет называться моя книга, я очень вам благодарен за то, что вы пришли здесь, вот в этом зале. Истинные поклонники искусства, истинные друзья. Те, с которыми, ну, связана вся моя жизнь. Почему не было объявлений, почему вот так? Да потому что не хотел я делать это многогласно. А вот те, кто пришел сегодня, огромное вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ